О принципах беспринципных антисоветчиков Политика 25 апреля 7 О принципах беспринципных антисоветчиков В России перед 1 маем и Днем Победы оживились антисоветчики и русофобы Наряду с провокационными высказываниями, касающимися Мавзолея в сети появился странный документ под названием Принципы организации проведения народного шествия «Бессмертный полк» Подписали его с согласия Совета Движения Сергей Лапенков Сопредседатель Совета Межрегионального Историка Патриотического Общественного Движения «Бессмертный полк» Артем Хуторской Руководитель исполкома Общероссийского Общественного Движения «Бессмертный полк России» Что кроется за принципами, возникшими в канун праздников Рассказал на расширенном заседании Президиума ЦК КПРФ заместитель председателя ЦК КПРФ Депутат Госдумы Дмитрий Новиков В документе 21 пункт, каждый изложен как некий регламент по проведению «Бессмертного полка» с ограничениями и указаниями, непонятно откуда взявшимися Пункт 7 вообще сформулирован в виде табу неким политическим силам на использование, якобы в спекулятивных целях атрибутики военного времени красных флагов, портретов военачальников и руководителей страны времен Великой Отечественной войны «Наша партия не может пропускать такого рода выпады», заявил Д. Новиков, комментируя принципы Мы рассматриваем этот документ как очередную попытку обезличить нашу победу, ту победу, которая была одержана Союзом Советских Социалистических Республик и Советским Народом Вместо праздничных поздравлений общество получает обращик исторической фальсификации, пронизанной антисоветизмом В нашем заявлении мы называем тех, с кем солидаризировались данные сочинители А не с теми, кто пытался подменить фальшивкой Знамя Победы, кто закрывает антисоветской драпировкой Мавзолеевой и Ленина на параде 9 мая, кто снимает лжевые киноподелки, финансируемые из госбюджета Д. Новиков напоминает авторам опуса, что все их требования неправомерны Существует закон, принятый в мае 2007 года о Знамени Победы В нем сказано, что Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной реликвии России В День Победы копия этого Знамени вывешивается наравне с государственным флагом Российской Федерации Закон принят благодаря давлению народа, который вместе с нами отстаивал истинное Знамя Победы, символы Победы, чтобы они никогда не были попраны Мы отстояли свое право на бессмертную память о Героях Победы, от рядового до маршала и генералиссимуса, до каждого, кто сражался за нашу независимость Благодаря КПРФ и нашим фракциям в парламентах регионов приняты аналогичные законы о Знамени Победы Их никто не отменит О причинах предпраздничного всплеска антисоветизма нетрудно догадаться, отмечает Д. Новиков Мы, КПРФ, обходим своих идеологических противников по авторитету в обществе Мы отражаем мнение абсолютного большинства граждан страны Одним из индикаторов результативности нашей борьбы за умы людей стали данные последнего опроса Левада Центра 70% граждан высказались положительно о деятельности Сталина, менее 20% отрицательно Это самый высокий результат за время всех опросов, проводимых с начала нулевых Невероятно, сколько грязи вылита на Иосифа Виссарионовича, а его авторитет только крепнет Вот и нервничают наши оппоненты Из уст председателя комитета по международным делам Совета Федерации Единоросса Константина Косачева Прозвучало заявление о том, что необходимо вынести тело Ленина из Мавзолея И все захоронение оттуда упразднить Прежде Косачев производил впечатление адекватного человека Передайте ему, отреагировал Г. Зюганов Что, если он еще так выразится, тогда как политик подпишет себе приговор на всю оставшуюся жизнь Так могут говорить люди, которые потеряли чувство ответственности и реальности В пункте 17 документа о принципах утверждается При подготовке бессмертного полка нельзя навязывать свои политические, религиозные, партийные взгляды Помни, что народное шествие должно оставаться пространством согласия, объединяющим людей разных национальностей К чему это поучение? Победа остается сегодня главной сплачивающей советские народы силой, а ее символы знамя победы Советские знамена, герои-победители, самые почитаемые святыни И новомодным межрегиональным историкам следует знать, что организаторами и вдохновителями Великой Победы были коммунистическая партия, ее руководители и в УШТВ Сталин И от его портретов, от портретов маршалов, от красных знамен с серпом и молотом не откажется ни один участник бессмертного полка Галина Платова Галина Платова